Очень лестно и очень радостно получить вот такое приглашение на онлайн-форум, получить такую аудиторию на короткий срок. И мне бы очень хотелось быть вам сегодня максимально полезной. Спасибо вам, Александр, за это очень хорошо слышно, и я готова подключить свою презентацию. Так, видно мою презентацию? Как-то надо, чтобы я ушла с экрана. Презентация тоже видна. Все. Значит, ну это такой предварительный слайд, эпиграф. Немножко поясню чуть-чуть этот слайд. Я стала экспертом по ароматам в 2008 году, когда я выиграла конкурс от директоров, для директоров. Это поездка во Францию, в столицу мировой парфюмерии, город Грасс. И я была не одна, у нас была делегация с 13 человек, со всего СНГ. И нам показывали производство парфюма от сырья, от сбора сырья до создания самой туалетной воды. Вот мы собирали жасмин. Создавали туалетную воду. Чуть-чуть зависает слайд, мне немножко это непривычно. Все было по-настоящему, по-взрослому. У нас были эссенции ароматов. Лилия, я тут включусь немного, чтобы вам помочь сейчас технически. Слайды видно нормально, хорошо. То есть, может быть, даже они у вас в задержке, но всем участникам они видны в идеальном. Так что не обращайте на это внимание, да, спокойно можете, чувствуя, что у вас есть какое-то легкое волнение. Не переживайте, все классно, видно, здорово. У нас все было по-взрослому. Были у нас коробочки, были у нас бутылочки, были... Мы создавали, ну, не просто композиции, мы давали названия этим композициям. И даже более того, в конце вот этого всего нам были вручены такие сертификаты, которые, наверное, подтверждают, что мы эксперты по ароматам. Честно сказать, на французском языке я не знаю, что написано. И все это время вместе с нами был всемирно известный парфюмер Бернар Алина. То есть, когда мы собирали сырье, когда мы создавали туалетную воду, и он делился своими знаниями, рассказывал, интересовался нашим мнением. Все это было безумно интересно. И честно сказать, вот само по себе вот именно это, оно для меня стало такой красной чертой, границей жизни до Арифлейм и жизни с Арифлейм. Потому что, в принципе, можно купить поездку во Францию, билет Москва-Ница. В принципе, покупать эта экскурсия, парфюмерные фабрики, их там три, в Грасе, они такую экскурсию, когда вы создаете сами аромат, они предлагают. Но я не знаю, сколько нужно заплатить, чтобы рядом с тобой стоял такой великий человек. То есть, вот это возможно только, наверное, в Арифлейм. Больше не знаю, где еще возможно. И вот с этого времени тема по ароматам, она стала мне сильно близка, хотя она была мне интересна всегда. Когда я пришла в Арифлейм, у меня были очень маленькие заказики. Я пришла для того, чтобы сюда просто пользоваться дисконтом. Вот это у меня парфюмерный стол, стол парфюмера. Рабочий стол. И всегда я завидовала тем, у кого большие заказы именно туалетной воды, потому что это хорошая прибыль, хорошая прибыль, хорошие баллы. Я всегда думала, боже мой, как вот у них это получается делать? Вот как же они вот собирают эти заказы? У кого была такая же проблема? Кто вот такой же, как я? Вот это то количество ароматов, которые должен знать современный парфюмер. То есть 3000 наименований он учит пока, перед тем, как начинает работать. Да, вот есть люди, которые вот, да, такую же проблему, как и испытывали. И для того, чтобы эта проблема у вас больше не существовала, рецепт успеха, получение больших заказов, чтобы вам заказывали наши ароматы, довольно-таки простой. Это полюбить, полюбить. Ну тут уж как повезет. Как только вы встретите свою туалетную воду, прям, чтобы сердце ваше затрепетало, чтобы у вас сразу было хорошее настроение, поверьте мне, ваши заказы увеличатся на порядок. Но если уж там не получается так встретить свою фаворитку, да, то хотя бы гордиться. И второй момент – это разбираться, то есть быть профи. Для того, чтобы вы гордились нашими ароматами, три факта. И для меня самой была новостью в этом году узнать, что оказывается наша компания третья по объему производства ароматов. О чем это говорит? У нас огромное количество потребителей. То есть не может же быть такого, что создаются ароматы, они выливаются на землю. Конечно, кто-то их покупает. Да, и представляете, за нас голосуют кошельком люди по количеству. Да, мы третье просто на месте. Третье место держим. Они не могут ошибаться. Это значит, мы в тренде. Это значит, мы модные. Ну, значит, мы нужные. И это супер. Второй факт. С нами сотрудничают лучшие парфюмеры мира. И они, как лучшие парфюмеры, они создают ароматы класса люкс. И чтобы вы знали, один из них, вот Бернар Олина, здесь его нету на слайде, но он говорил. Понимаете, Пикассо – это Пикассо. У него хоть детские рисунки миллион долларов, хоть взрослые картины миллион долларов. Поэтому Олина – это Олина. Я стараюсь создать шедевр в любом случае, независимо от того, для какой компании я работаю. Потому что хоть я делаю для Диор, хоть я делаю для Рифлейн, мой аромат, мой аромат, за ним будет стоять мое имя. А мое имя – это моя репутация. Она мне очень дорога. И поэтому в любом случае, в любом случае, я буду создавать шедевры. То есть вы должны это четко понимать, что вы предлагаете ароматы люксового уровня. А вот не сказали нам, кто первые две. Да, сказали, что мы третий в мире по производству ароматов. Ну и подтверждение того, что мы предлагаем лучшие ароматы и то, что с нами работают лучшие специалисты – это награды, которые получают наши парфюмы. Ежегодно вручается премия, аналог Оскара в парфюмерном мире, называется Fifi Awards. И вот эту премию мы забираем три года подряд – в 2012, 2013 и 2014 году. Очень надеюсь, что мы ее заберем и в этом году у нас есть, за счет чего это можно сделать. Ну а теперь о профессионализме. В нашей компании очень много туалетных вод, порядка 50 женских и порядка 40 мужских. И на самом деле в этом многообразии очень трудно разобраться, а разбираться нам нужно. Дело в том, что у современного человека очень сложная проблема стоит – это проблема выбора. Мозг современного человека не справляется с тем объемом информации, который он получает. То есть постоянно-постоянно что-то приходит, вокруг нас крутится и приходится выбирать. И американские маркетологи провели такое исследование, в результате которого доказали, что оказывается, если идет выбор из 40 номинований, покупка практически не происходит. Если количество номинований сокращено до 6, как ни странно, процент покупки намного больше. То есть наша с вами задача, когда человек обращается к нам за помощью, чтобы что-то выбрать, наша задача сократить выбор хотя бы до 6 наименований, идеально до 2. И еще момент, это уже поработали ученые-физиологи. Они доказали, что оказывается в процессе выбора задействуются те же нейронные связи, те же участки мозга, что и при физической боли. Получается, что когда человек делает выбор, он практически испытывает физическую боль. А эту боль он испытывать не хочет. И поэтому тогда, поэтому когда очень-очень большой выбор, человек старается уклониться. Тем более вот эта тема ароматы, она очень такая, скажем, загадочная. Этому на школе не учили. И людям не хочется показаться глупыми рядом с нами. И они вот как бы стараются уклониться, в итоге не делают покупку. Бывает у меня, что клиенты, встречаются клиенты, которые говорят, что я хочу понюхать все. В этом случае я иду навстречу, готовлю кофе, и мы начинаем нюхать все. Но я сразу знаю, что, скорее всего, в этот момент у меня не будет продажи. Другое дело, что наш бизнес информационный, и я к этому положительно отношусь. Я считаю, что люди должны иметь информацию. Но вот если человек не доверяется, да, я стараюсь из этого многообразия как-то 6 выбрать. Да. Спасибо. Это его работа, он сам будет решать, что он будет брать и как он это будет делать. Задание парфюмер получает в виде картинок. Да, и мы видели эти картинки, нам показывал Бернара Лина, где-то порядка 9-12 идет. Он получает эту картинку, он пытается описать женщину или мужчину на этой картинке именно парфюмерными нотами. То, в чем он разбирается. Так вот, когда эти картинки составляются, бренд-менеджер, который отвечает за это, он отвечает сам себе на несколько вопросов. Первый вопрос такой. Для мужчины или для женщины создается аромат? Потому что, оказывается, мужчины пахнут более терпко, женщины более сладко. И такое разделение появилось не так давно, где-то полвека назад. Учитывается для брюнетки или для блондинки? Потому что, оказывается, брюнетки имеются в виду смуглая кожа. Не цвет волос, а цвет кожи. Оказывается, брюнетки пахнут более сладко, чем блондинки. И вам нужно это учитывать, когда ваша клиентка выбирает очень свежий легкий аромат. Потому что легкий свежий аромат может не держаться на смуглой коже не потому, что он плохой, а просто потому, что смуглая кожа своей сладостью будет его постоянно разрушать. Третий вопрос. Какого возраста ваша клиентка? Мы еще об этом поговорим. Для какой ситуации? Может быть, это для работы, а может быть, для встреч с друзьями, а может быть, для свидания, а может быть, для легкого флирта. Какой стиль одежды вы предпочитаете? Какой-то бизнес-стиль спортивный, там, может быть, вы в джинсах. Классический, романтический. Курит или нет, водит машину или нет. Очень много нюансов. Зато, когда вы отвечаете на все эти вопросы, у вас в конце появляется конкретный образ конкретной женщины. И что-то, что-то, то есть это та картинка, которую мы с вами видим в каталоге. И что-то вы можете понять по картинке. Но, конечно, никто по картинке аромат не выбирает. Его все равно придется послушать, понюхать. Но вот кроме картинки, кроме картинки, имеет значение сам цвет аромата и форма флакона. Эти правила, они одинаковы абсолютно для всех парфюмерных компаний, чтобы знали. Чем светлее и холоднее цвет парфюма, тем он свежее. Чем он краснее и желтее, тем он слаще. Чем более вытянутая форма флакона, чем больше она устремлена вверх, тем больше этот аромат предназначен для карьеры. И наоборот, чем более обтекаемая форма флакона, чем больше хочется вам этот флакончик взять в свои ладошки, погреть, тем больше этот аромат предназначен для соблазнения. Перекрученные сложные формы, скорее всего, у ароматов взаимоотношений. И квадратные формы, бывают такие формы флаконов, они характеризуют стабильность и благополучие. Имеет значение даже цвет упаковки туалетной воды. Если розовая упаковка, то, скорее всего, это классическая туалетная вода с ненавязчивым сладковатым ароматом для всех случаев жизни. Подходит для любого времени года. Вот у нас такой, например, аромат тендерли. Если желтая упаковка, то это, скорее всего, цитрусовый свежий аромат, ну или фруктовый, но тоже склонен к свежести аромат. Подходит для весны и лета у нас, например, такой митцамер. Красная упаковка очень насыщенных или амбровых, или цветочных ароматов, которые подойдут скорее для вечера. Очень стойкие. Это вот Red Demi, Love Poison, вот такого плана. Оранжевая и коричневая упаковка, она встречается у шипровых, пряных ароматов, но иногда свежие цитрусовые. Подходит для спортивных девушек или для женщин с сильным характером. Вот Lady Ebony. И голубая упаковка, это свежий аромат с горчинкой, скорее всего, для энергичных деловых женщин. Да, я сегодня буду говорить и про энидму, и про желатную. Так, мы говорили о возрасте. Значит, возраст от 15 до 25 лет характеризуется тем, что в этом возрасте девушка, ну и молодой человек, они определяются, чем они будут заниматься в жизни. Девушка решает, то ли она будет учиться и потом делать карьеру, то ли она будет заниматься семьей, то есть еще точно не знает. Она не знает, что идет из одежды, что идет из макияжа. У нее постоянно меняется внутри гормональный фон, из-за этого меняется настроение. Поэтому такая девушка часто переодевается. Именно поэтому для этой категории возрастной создаются ароматы, которые будут держаться недолго, 3-4 часа. То есть они держатся мало не потому, что плохие ароматы, это такая возрастная категория. Предполагается, что молоденькая девушка имеет все три на туалетном столике, все три, да, и вот она Эклипс использует на утро. Сам, он более жизнерадостный, она использует в обед. И Мон она использует на вечер. Только девушка-брюнетка может использовать Мон на целый день. Он на ней звучит, он сексуальный, но на ней звучит более приглушенно. Аналогично Айр, Фар и Айс. То есть как минимум два должны быть одновременно на туалетном столике. Айс и Айр чудесно подойдут для учебы, для работы. Или если девушка блондинка, да, такая светленькая, это подойдет ей на целый день. И Фар, они подойдут замечательно для вечернего свидания. Да, и опять же, если девушка-брюнетка, она может использовать его на целый день. При такой невысокой цене вот для этих ароматов у них удивительное время, да. Они держатся на коже тебе больше шести часов. Как бы это очень достойно. Мисс О. Вот это как раз таки категория от 20 и старше. То есть девушка стала старше. Она уже знает, чего она хочет в жизни, больше определилась. И для них создают более устойчивые ароматы. Так вот, аромат Миско, он подойдет не только молодым девушкам, он подойдет клиенткам до 50 лет спокойно, включительно. Однозначно аромат ароматических отношений. Флакон такой, видите, обтекаемый, приятный. Девиз этого аромата – поухаживайте за мной. Обладательница этого аромата – она восходящая звезда, кокетка. Ну, такая принцессочка внутри их, ну, независимо от возраста. Вивасити. То же самое. Это такая же молоденькая, тоже модница, тоже кокетка. Очень жизнерадостная. Но, знаете, у нее присутствует такая черта характера, как дерзость. То есть это она сама решает, чем она будет заниматься в жизни, потому что она очень свободолюбива. Она стремительна, стремительна. И название жизнерадостность, ее привлекают все аспекты в жизни. Жадная до жизни и пытается все попробовать. Вот это аромат Вивасити. Эльви. Эльви – аромат для той, которая ищет свою любовь. Я ее предлагаю как аромат для девушек, которые хотят выйти замуж. Потому что этот аромат внушает мужчинам надежду на вечную заботу и счастье. Конечно, покупают его женщины, для которых есть не просто семья на первом плане. У них муж номер один. То есть этот мужчина для них интересен. Они хотят быть именно ему интересны. Хотят удерживать его внимание. И аромат Эльви помогает им это сделать. Вояджер Вумен. Вояджер Вумен – очень хороший аромат. Здорово, что его дают с огромной скидкой уже несколько каталогов. Вояджер Вумен выбирает бесстрашные, легкие, свежие и очень интуитивные. То есть женщины, которые в принятии решений полагаются просто на свое подсознание, на свою интуицию. И часто бывают правы. За счет этого они прям близки к природе. Хэппи Дизиак. Для той, которая хочет смеяться, которая много смеется. На самом деле ароматы счастья пытается создать каждая парфюмерная компания. И когда мы были во Франции в 2008 году, нам тоже дарили аромат счастья. И он содержал ноты зеленого чая. И вот наша компания тоже попыталась принять участие в этом соревновании. Все-таки создать аромат счастья. Провели исследование и узнали, что, оказывается, запах земляники вызывает у многих людей радостное настроение. Запах земляники и жасмина. Так вот, этот аромат прямо для таких людей. Значит, энергичное, активное, общительное, любит все яркое. Рядом с такими молодыми девушками всегда должны быть рядом молодые парни. И эти парни тоже должны приятно пахнуть. И мы начинаем с линейки Glashier. Поставила все их рядом. Переводится название как ледник. Форма флакона как ледник. И синий Glashier в свое время был таким бестселлером продаж в наших ароматах. Потому что он относится к группе ароматов кожаных. То есть он сочетается с запахом практически любой кожи. На любой коже хорошо звучит, хорошо раскрывается. Очень гармоничный очень такой. Подходит для клиентов от 20 до 50 лет. Вообще все Glashier это мужчины подвижные. Подвижные такие, более-менее спортивные. И если даже ему 50 лет, то это мужчина. И он выбирает синий Glashier. Это мужчина, который внутри мальчишка остается. Glashier Ice, белый Glashier, более жесткий, более спортивный. Лицом этого аромата является олимпийский чемпион Евгений Плющенко. И я его так и предлагаю клиентам, как аромат олимпийского чемпиона. Но для новичков на сегодняшнем вебинаре я скажу, что за счет тех денег, которые заработал Евгений Плющенко за участие в рекламной акции Glashier Ice, он и смог подготовиться к Канадской олимпиаде. И там уже завоевал серебряную медаль. Мне очень приятно, что моя компания имеет к этому отношение. Немножечко. А наши парфюмеры оказались людьми с юмором. И обыграли фамилию Плющенко. В сердце этого аромата находится нота Плюща. Glashier Athletics, он еще более жесткий, еще более спортивный. Создавался к Пекинской олимпиаде. Если Glashier Ice чаще покупают такие светлокожие мужчины, то Glashier Athletics это или смуглый человек, или он старше 30 лет. И Glashier Rock новинка этого года. Это тоже свежий, тоже спортивный. Но он одновременно еще и веселый, и такой бесшабашный человек. Такой клиент выберет Glashier Rock. Очень удачная, мне кажется, композиция. S8 поставила рядом, хотя это абсолютно разные ароматы. Белый S8 выбирает очень часто 20-летние клиенты. И я говорю, что 8S это смелый, свободный, стильный, сексуальный. Там все, что можно найти на S, я называю. На самом деле это было 8 парфюмерных нот. Это молодость плюс энергия, плюс смелость, плюс уверенность и решительность. У меня на самом деле есть и взрослые клиенты, старше 40 лет, которые выбирают S8. Ну, значит, они обладают всеми этими качествами. Для меня аромат S8 это еще и интеллигентный мужчина, знаете, такой ласковый. Вот это аромат S8. S8 Night это, я бы сказала, полная противоположность. Это однозначно взрослый человек, старше 30 лет, может быть, со смуглой кожей. Это знаток ночной жизни города. Ну, а кто у нас знает ночную жизнь города? Это абсолютно независимая личность, кот, который гуляет сам по себе. Никто ему не смеет сказать, когда ему приходить, и где он был, нельзя спросить его. То есть такая сильная, очень уверенная личность. Вот это аромат S8. Free Attitude. Это аромат, если S8 выбирают 20-летние часто, то Free Attitude выбирают 25-летние. Аромат человека, свободного во всех отношениях. Не случайно на коробке нарисован паркурщик, то есть это человек, который свободно владеет своим телом абсолютно, да. Но оказывается, это молодой человек, который не отделен вниманием девушек, он встречается, но не готов жениться. И моим клиентам очень нравится именно эта интерпретация этого аромата. X-Site. Бестселлер продаж. Мне кажется, если в нашем каталоге было бы ничего, только X-Site, мы все равно бы делали свои объемы, которые мы должны делать. X-Site мне нравится переводится, привлекать, но я клиентам говорю перевод возбуждать. Я говорю возбуждать, и этим все сказано. Мне кажется, сейчас такое время, все хотят друг друга возбуждать. Голубой X-Site оказался настолько модным, настолько современным, вот настолько он попал в тренд. Это просто, вот просто вау. И с 2010 года на нашей линии он существует, и все это время просто вот каждый раз хит-продаж. Каждый раз хит-продаж. И настолько удачный, что Китай обратил на него внимание. Я не знаю, как на ваших рынках, вот напишите. На нашем тоже появились подделки. Были в Узбекистане, были у нас на юге Казахстана, да, и вот уже в своем городе я тоже увидела за копейки. Но с одной стороны, нашей компании очень стит, что мы удостоились китайских подделок. Но с другой стороны, да, вот Агао людей тоже есть. Значит, а с другой стороны, не может это радовать. И вот Excite Force, такое естественное продолжение появился, сила возбуждения. Он на первый взгляд довольно жесткий. Ну, действительно, Дима Билан стал старше, но вместе с Димой стали старше наши клиенты. И возраст, он требует более жестких нот. И как только он появился, я сразу стала предлагать клиентам, говорю, посмотрите, вот сейчас эта жесткость, она развеивается, и остаются те же самые ноты сердца и ноты шлейфа. И когда клиенты мои это все расчувствовали, мне кажется, они все поголовно перешли на Excite Force. У меня такое ощущение. Очень тоже удачный, тоже модный, как бы, ну вот, мода 2015 года. Так что нам повезло с этой новинкой. Да, вот где-то вот, да, за копейки его продают. И, наверное, мне кажется, еще поэтому появился Excite Force, для того, чтобы, да, вот приостановить, да, сделать что-то другое, чтобы, ну, не было, не успели еще сделать подделку. Новый аромат от Билана получил премию вчера. Спасибо, Людмила, я вот об этом не знала. Есть категория ароматов, которые относятся к офисным ароматам, которые очень, ну, здорово использовать на работе. Каким же должен быть офисный аромат? Он должен быть не агрессивно-сексуальным, то есть не должен быть, потому что если он будет ярко-сексуальным, он будет вызывать нездоровые предложения клиентов, он будет вызывать, ну, неприятные предложения от начальства, но вам это не нужно. Офисный аромат должен внушать окружающим, что вы энергичны, вы чисты в помыслах, вы, главное, неутомимы, неутомимы и думаете только об интересах окружающих. И вот всем этим пунктам соответствуют ароматы Митцаммер и мужской, и женский. Да, они могут использоваться для отдыха, на повседневку, в том случае, если вы находитесь, ну, такой в спортивном стиле, да, в джинсах-футболке. Да, и они могут идеально подходить для работы, это в этом случае на вас бизнес-костюм и, знаете, вот прям очень-очень аккуратный белый воротничок. Подойдет не только для офиса, да, подойдет для проведения планерки, подойдет для того случая, когда вы идете на продажи. Также, если вы хотите, чтобы сегодня у вас все купили, все купили, вы должны пахнуть именно Митцаммером. Он позволяет сосредоточиться на той теме, которая вам больше всего интересна. К этой же категории офисных ароматов, хотя это очень условно, я отнесла ароматы Мэнс Коллекшн. Предполагалось, что с самого начала, что оба эти аромата будут на туалетном столике у мужчины, но клиенты все-таки разделились. Вообще, Цитрус Тоник – это аромат выходного дня, аромат на повседневку, когда вы в джинсах там, да, находитесь. А Дагвудс – это аромат банкетов, аромат вечера. Ну вот клиенты все-таки у меня разделились так, более молодые и светлокожие клиенты, они выбрали Цитрус Тоник, а более взрослые клиенты, там, за 40, под 40, да, они выбрали Дагвудс, то есть вот таким образом. Мьюз отнесла к этой категории, хотя это, конечно, аромат романтических отношений, да, сам Флакон нам об этом говорит, такая красивая шляпа, такое шикарное платье этого аромата. Ну, отнесла сюда, потому что он идет, ну, свежий-свежий, и в нем присутствует горечь фиалки. А горечь выпирают те женщины, которые, знаете, пережили какое-то разочарование в жизни, но они не сломались, стали за счет этого сильнее, сильнее и идут по жизни дальше. Вот только за счет вот этой горечи отнесла его к офисным ароматам. Очень красиво дарить его на подарок, но огромная коробка, которая, так, ну, предвкушение большое испытываешь, когда видишь такую огромную коробку красивую. Ну, и да, старше становится женщина, переходит в период, который называется стиль элегантность, роскошь, то есть это период уже 30 за 30 лет, становится более уверенной в себе женщина, четко знает, что она хочет, и поэтому для них создаются ароматы более устойчивые, которые будут дольше держаться. И вот открывает эту категорию ароматы тендерли. Розовый тендерли создавала женщина-парфюмер Эмили Копперман, мать четверых детей. И вот, ну, как бы, вот это наложило отпечаток на сам аромат. Тендерли выберут женщины, для которых семья на первом месте. Может быть, она и делает карьеру, но она никогда не будет ее делать в ущерб семье. Интересы семьи для нее на первом месте, для нее это очень важно. А для окружающих, та, которая выбирает аромат тендерли, она очень приятная такая женщина. И этот аромат, он подходит абсолютно для любых случаев жизни, потому что он такой абсолютно ненавязчивый. Тендерли Промис, он такой более яркий, более такой, я бы сказала, шампанистый, что ли, потому что, ну, как-то звучит он очень так ярко-ярко. И выбирает его женщина, которая, скажем так, настроена на общение вовне, да, такая экстраверт, экстраверт. И он такой очень изысканный, очень стильный. И та клиентка, которая склоняется к выбору аромата тендерли Промис, можете ей сделать комплимент, сказать, что у нее вкус абсолютно королевский. Потому что лицом аромата тендерли Промис является шведская принцесса Мадлен. Это большая честь для компании Айфлейн. Вот для меня отличие от тендерли и тендерли Промис в том, что тендерли розовый, это, знаете, такая интроверт, вот, внутренний мир для нее больше интересен. А вот тендерли Промис, да, голубой, это та, для которой больше интересен внешний мир, да, она немножко на показ себя ведет. Вот такая разница между ними. Люсия поставила тоже два аромата этих рядом, хотя они абсолютно разные. Люсия с самого начала была заявлена как запах снега и зелени, и моя любовь к ароматам Айфлейн, она проснулась именно с этого аромата. Он для меня таковым и остается. Что с ним прекрасно, что при той сумасшедшей свежести, которую он обладает, он еще, ну, имеет такой гармоничный букет, который позволяет его удерживать даже на смуглой коже. У нас в Казахстане его очень сильно любят, и очень любят его на юге Казахстана, где очень много смуглых людей. И мне приятно, что там он дает прям, ну, сама замечала трехметровый шлейф, очень этим горжусь. Вообще выбирают женщины, для которых вот, у них в голове все ясно, все довольно просто, потому что она очень доброжелательная, она очень целеустремленная. Вот такая клиентка выберет аромат Люсия. Люсия Старлайт полностью противоположность, она, знаете, как вот в обыкновенном чуде говорил министр, вы женщина привлекательная, я чертовски привлекательна, чего нам время терять. Вот Люсия Старлайт это аромат, который о клиентке скажет то же самое. Для меня такая неприкрытая сексуальность. Я знаю, что я очень сексуальна, абсолютно не стесняюсь, вообще ее как бы на показ показываю. Вот это аромат ночной восходящей звезды Люсия Старлайт. Баларе. Аромат женщины, приятный во всех отношениях. Он может быть и бизнесовым в том случае, если вы в бизнес-костюме. Он может быть ароматом романтических отношений, здесь очень красивый флакон. Это в том случае, если вы одеты в платье с валанами. Потому что в сердце этого аромата находится роза. А роза, она усиливает психологизм в отношениях, то есть взаимопонимание между людьми. И женщина Валаре, она нравится абсолютно всем. И мужчинам, и женщинам, они хотят рядом с ней находиться. Вот это аромат Валаре. Такой очень густой, очень насыщенный аромат. Аромат Дивайн. Аромат Дивайн это аромат аристократки. Очень люблю предлагать мужчинам, потому что, ну, показываю, говорю, посмотрите, это же форма женского бедра этот флакон. Их всегда это завораживает. Дивайн выбирают клиентки. Вот голубой дивайн это точно. Выше среднего роста голубой дивайн. Она или блондинка, или, ну, во всяком случае, такая светлая. И этот аромат переводится динная, божественная, а аромат для аристократки. Что отличает аристократку? Не то, как она одета. И не то, как она говорит. Аристократку отличает то, как к ней относятся окружающие. Если кто-то рядом еще не понял, что рядом с ним леди, то аромат дивайн, он создаст очень достойную границу. Вот это дивайн. То есть такая не просто королева, а вот прям вот. Дивайн сеншуал – это аналогичный аромат, но уже для брюнетки. Очень красиво раскрывается. Ну, я чувствую в нем черешенку. Да, а вообще мужчины очень любят, когда женщины пахнут или ягодами, или цветами. И поэтому дивайн сеншуал, он кроме того, что аристократический, он еще такой женственный. Дивайн айдол, белый дивайн – это, ну, да, вот написано «сказочная свадьба». Но для меня это такой гламурный аромат, она гламурная дива. Очень уверенная в себе, ну, не боящаяся показать себя вот прям вот в открытую, такая очень ухоженная, прямая спина, очень величаво ступает. Вот это аромат дивайн айдол. Прекрасный, шикарный аромат. Ну, конечно, невеста его абсолютно достойна. Эклад. Давно у нас на линии переводится название «Успеховация» и выбирает этот аромат люди, которые уже добились успеха в этой жизни или, ну, как бы стремятся к этому успеху. Если человек добился успеха, он не будет кричать об этом на каждом углу. На нем дорогая одежда, без лишней мишуры, из дорогих тканей, и аромат он такой абсолютно не кричащий, очень интеллигентный. То есть вы подходите близко, приятно находиться рядом. Отошли, ну, скажем, три шага, он не чувствуется. То есть это аромат недавления, такой аромат компромисса. Эклад Уикенд. Белый эклад создавался, конечно, как аромат для отдыха. Но получился таким, знаете, там очень много нот. И красная смородина, и водяная лилия. В общем, чего там только нет. И поэтому для нашего народа оказался и в пир, и в мир, и в добрые люди. Для, среди женских ароматов, для меня является бестселлером продаж, наряду с Voyager Woman. Я советую консультантам Арифлейм всегда иметь его так, ну, в запасниках, потому что требуется почти всегда. Когда не знают, что взять на подарок из женских ароматов, ну, боятся не угадать со вкусом, я всегда говорю, возьмите белый эклад, потому что угадайте в 95-99% случаях. То есть я вообще не встречала людей, которым бы он не нравился. Это женщина Экла Туикен, знаете, которую хочется обнимать, хочется уткнуться в волосы и нюхать, нюхать и нюхать. Вот это Экла Туикен. Прекрасный аромат, как такая шикарная пашмина на женщине. Новинка этого лета – это My Nike Truss. Интересное название, моя голая правда. Выберет его девушки, женщины, легкие на подъем, веселые и жизнерадостные. В нем и свежесть такая звучит, такая острая, но в нем есть и пудровые нотки, и поэтому он так для разной возрастной категории подойдет. Пудровые ноты выбирают женщины, которые любят за собой ухаживать. Такие вот женщины. Да, хорошо продается. Paradise – любимчик среди моих ароматов, фаворит. Для меня это аромат лидера Ariflame, потому что он соответствует нескольким таким категориям, показателям. Пион в этом аромате позволяет проявиться женственности, которая так необходима в нашем бизнесе взаимоотношений. Жасмин, кедр и мускус, они придают ему богемный шик, и, пожалуйста, вы этот аромат можете спокойно использовать для вечера. А вот розовый перец, он вносит ясность и позволяет растаять все по местам, что так необходимо для бизнеса. И поэтому, да, он очень разноплановый, он шикарно звучит. Вот когда проходит этот розовый перец, остается вот такой прям многозначный шлейф. Прям очень богато, шикарно раскрывается на коже. Сам флакон говорит о том, что обладательница – это аромат, эта женщина роскошная, очень богатая. Шикарный аромат. Идеальный для лидера Ariflame. Miss Giordani. Miss Giordani – это аромат для смелой, гламурной, уверенной в себе. Она, с одной стороны, легкая, веселая, и при этом она энергичная. Да, и у нее, знаете, такой продуманный образ, абсолютно, знаете, как вот у нее и цвет лака там, и цвет костюма, все-все идеально продумано. Giordani Gold Essence – это бриллиант в короне ароматов Ariflame. Просто, ну, the best, the best. Я не буду про него много говорить, есть прекрасный ролик, все хорошо объясняется. Что с ним шикарно, шикарно, в нем очень много натуральных компонентов, да. Вообще, такие ароматы относятся к категории нишевых ароматов. То есть, когда парфюмер работает даже над созданием сырья, это нишевый аромат. И такие нишевые ароматы, они чем хороши, что… Ну, они в небольшом количестве создаются, очень дорогие, но он чем хорош, что вы можете его использовать, но вы всегда будете выделяться из толпы в любом случае. За счет натуральности он прекрасно звучит на разной коже, и он хорошо звучит на коже от 17, не знаю, там, до 80 лет. И все клиентки, которых я спрашивала, и лидеры Ariflame, которые, ну, попробовали Giordani Gold Essence, они все говорят, что когда я его слышу, у меня хорошее настроение. То есть для нас это однозначно аромат счастья. Линейку с Voyager – это мужчина-путешественник, но это не тот мужчина, который выбирает, знаете, тур в Европу. Путешествия для него – это приключения. Я условно их разделяю. Один охотник, второй рыбак. Мне кажется, понятно. Voyager Spirit – более молодой мужчина. Voyager, ну, темный – это, конечно, мужчина постарше, охотник, да. Это мужчина, который ценит все простое, для него важно находиться рядом с природой, ценит все натуральное такое, немногословный, немногословный, ну, и, в принципе, не стремится там таким каким-то воробушкам казаться, много верещать. Он такой достойный человек, аромат Voyager. Сигнечи – достойная линейка. Аромат Сигнечи классический. Он относится тоже к группе кожаных ароматов, и поэтому прекрасно звучит на разной коже разных мужчин. Ну, больше, конечно, смугло его выбирает. Очень благородно, очень бархатно раскрывается. Название Сигнечи переводится как автограф. Конечно, этот мужчина, который не хочет быть ни на кого похожий, то есть он такой яркой индивидуальность. Но вот Сигнечи херитаж, он еще, знаете, такой, как бы помощнее. Это мужчина прям эгоист, для которого важно его мнение, ну, выше, чем мнение окружающих. Вот это аромат Сигнечи херитаж. И Сигнечи зум – это мужчина, для которой, ну, все вот это выше приведенное, но при этом он очень ценит жизнь, наслаждается каждым моментом жизни, стремится его зафиксировать. Ну, такой вот у него смешинки в уголках глаз. Вот такой человек. Да, возраст и харизма. Фламбойн тоже – это возраст, и тоже харизма – это мужчина-аристократ. То есть это очень благородные ароматы оба. Фламбойн, прайв – это, конечно, мужчина помоложе, посветлее может быть, но фламбойн классический – это мужчина постарше. Очень так богато оформит флакон. Это запах роскоши, запах роскоши и запах зрелости. Сол переводится душа, мне нравится перевод дух. Я его предлагаю клиентам, как аромат для мужчин сильных духом. Сильных духом. Взрослый мужчина не многословный, очень уверенный в себе, он знает, что у него будет сегодня, что у него будет завтра. Его спокойная уверенность покоряет не только мужчин, она покоряет женщин. И хоть он не стремится, у него такая не агрессивная сексуальность, не стремится там всех покорить, но женским вниманием не обделен, потому что, да, мы любим очень уверенных мужчин рядом. Мэнфол. Долго не могла его понять. Однозначно аромат сексуальный, однозначно аромат такой как бы соблазнительный. Ну вот прочувствовала в нем запах вишенки, и вот сразу все расставилось по местам. Очень приятно. И у меня есть молодая клиентка, довольно-таки, которая любит его использовать. Сразу скажу, что женщина может использовать, мужские ароматы, особенно в том случае, если она является, ну скажем, главой женского коллектива. Этот мужской аромат позволяет ей там доминировать. А сэндет. Аромат мужчин третьего тысячелетия. Третьего тысячелетия. Это мужчина, который прагматик, очень основательный, желает чего-то достичь и быть востребованным. То есть его звезда восходит. Оба они очень мощные, в асэндет так вот такая океанская свежесть, а сэндет просто, как бы просто сила чувствуется, ну вот как бы за этими ароматами. Как выглядит модель в каталоге? Что-то можете понять по модели, например, по цвету волос, по цвету волос и по возрасту. То есть что-то можете понять. Но в любом случае аромат нужно наносить. Наносить и дать ему на коже подержаться. Если через 10 минут он остается, вы его слышите и он вам нравится. Если через 20 минут вы его слышите и он вам нравится, то этот аромат на вас будет держаться сутки. И точно такое же правило для выбора клиентов. Так, энигма. Аромат взрослой женщины, аромат такой неприкрытой сексуальности, однозначно темпераментная, однозначно темпераментная. Аромат он такой завораживает, идет таким богатым шлейфом. Она хочет, чтобы за ней шли, как бы, ну, за ней следовали. А для, ну, сразу скажу, что это взрослая клиентка старше 40 лет. А французы считают, что чем старше женщина, тем больше у нее черт характера. И тем, ну, тем она интереснее, как личность. И вот во флаконе подчеркивается, что как ты не поверни этот флакон, какой-то грани не видно. Так и женщина старше 40 лет. Все до конца она тебе никогда не расскажет. Поэтому название у этого аромата тайна, энигма. Да, шикарный аромат, хороший букет. Джордани Голд, классика наших ароматов. Такая, это аромат для женщины очень такой стремительный, очень уверенный. Она такая просто пантера львица. И она поражает женщин своей бешеной энергетикой. Аромат очень мощный. У него шикарное послевкусие, такого цветочного луга. Но аромат редко выбирает этот молодые женщины. Это аромат взрослой женщины. Джордани Байт Голд, белая Джордани, она помягче, помягче. То есть более молодая клиентка. И более такое приглушенное звучание, такой итальянский шик. Может быть, да, что, понимаете, есть несовпадение. Вот слышу, что мой аромат. Может быть, несовпадение. Вот я говорю по возрасту, говорю по цвету кожи. А это может различаться, потому что цвет кожи и возраст это одно, а запах кожи это совсем другое. Да, и вот время мое подходит к концу, а я не успела рассказать, и, скажем, двух третей у меня много, да, информации. И я хочу вот к этому моменту вернуться. Какой бы ни был рядом с вами эксперт, и чтобы он вам не рассказывал про эти ароматы, окончательное мнение об аромате будете составлять вы сами. То есть, потому что он по-разному звучит на разной коже. И искусство парфюмера это не то, что внутри бутылочки. Искусство парфюмера это тот запах, который будет исходить от кожи. Поэтому, кто бы вам что ни говорил, и что бы вы не прочитали в аннотации, самое главное это будет ваше мнение. Аромат однозначно должен вам нравиться. Вы должны знать, что мы создаем ароматы, вдохновленные культурой Швеции. Образ Арифлейм уникален. И те люди, которые говорят, так бывает иногда, говорят, что у вас все запахи похожи. Они недалеки от истины в том плане, что у нас компания, за которой стоит одна страна, это Швеция. Но мы предлагаем очень разнообразную коллекцию парфюма, чтобы каждый мог полностью выразить себя в любом случае и в любой одежде. Арифлейм продает косметику, в том числе парфюм глобально, то есть по всему миру. И поэтому, чтобы по всем 60 странам продажи шли более-менее одинаково, у нас каталоги очень разные туалетные воды. Вот у нас как бы в Средней Азии очень шикарно уходят цитрусовые ароматы. У нас часто жарко и мы любим почувствовать эту свежесть. Но я знаю, что во Франции цитрусовые ароматы практически не продаются. Они любят шипровые ароматы, которые мои клиентки не очень понимают. Поэтому, когда аромат не продается глобально по 60 странам, он с линии снимается. Поэтому так бывает, что вот мы сильно любим, клиенты продолжают спрашивать, а у нас каталоги этого аромата еще и уже нет. Вот. И да, мы продаем ароматы в сотрудничестве с лучшими парфюмерами мира. Ежегодно в мире создается 600-800 ароматов, это говорил Бернар Ильина. Ну, по последним данным, ежегодно около тысячи-полутора тысяч номинований. И многие из них становятся популярными благодаря бренду, как бы следят, что бренд сделал, благодаря мощной рекламе и, самое главное, благодаря нам с вами. То есть, нам нравится аромат, мы идем о нем рассказываем, пиарим как можем и о нем узнают люди. В отрасли парфюмерии есть только один способ создания аромата. Абсолютно все парфюмеры используют одни и те же ингредиенты и смешивают их тоже одинаково. Цена аромата зависит от его креативности. И стоимость его никогда не равна стоимости сырья. То есть, такого нету, что если там парфюм стоит там, не знаю, 100 долларов, да, и он в 100 раз лучше парфюма, который стоит 1 доллар. То есть, он всегда, то есть, стоимость аромата на самом деле всегда меньше, чем стоимость бутылки рекламы и маркетинг. Низкая стоимость наших ароматов объясняется политикой компании Reflame. Это говорил нам Бернар Алина. Девиз нашей компании это возможности для всех. И для того, чтобы наши ароматы были доступны среднему слою населения, в компании Reflame мало накладных расходов, меньше рекламы, мало очень звезд в рекламе, оказывается, даже тоньше стекло, отсутствует золотое тиснение на коробочке. И все это приводит к тому, что да, можно этот аромат пустить по стоимости ниже. Но аромат Reflame, он точно такого же качества, что и ароматы известного бренда, с учетом того, что создают их точно такие же профессионалы. Ну так вот, сколько духов должно быть у женщины? Я думаю, вы поняли. Духов у женщин должно быть как минимум четыре, под четыре времени года. А желательно их иметь под каждую смену одежды, под каждый случай. Главный секрет подбора ароматов заключается в том, что вы доверяли сами себе, полагались на свою интуицию. И волшебство правильного парфюма заключается в том, когда вы правильно выбрали свой аромат, вы его чувствуете и становитесь чуть-чуть увереннее, смелее, вы чувствуете себя более красивыми, более желанными. И в этом состоянии раскрываются ваши лучшие качества. Вы становитесь более харизматичными и более привлекательными. Вот это и есть волшебство правильного аромата. Для тех, кому моя информация была полезной, кому особо она понравилась, я привела свой адрес ВКонтакте. Я буду признательна, если вы напишите на моей стене свой отзыв. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо.